Сочи подписал соглашение с Ялтой о развитии морских перевозок. Это одно из ключевых событий Международного туристского форума. В Сочи строят дополнительные лыжные трассы. Причина – наплыв любителей зимнего отдыха. О новых проектах стало известно на Конгрессе туроператоров. С сегодняшнего дня в Сочи частично изменилась сеть общественного транспорта. Изменения коснулись свыше 10 маршрутов. Подарок ко дню города на Мацесте открыта новая прогулочная зона вдоль реки. Профессионалы внутреннего и въездного туризма России встретились в Сочи на международном туристском форуме «Сифт». На курорте собралось более 250 ключевых игроков турбизнеса. Это и региональные власти, представители курортов, отелей, туроператоров, компаний-перевозчиков. Сочи на этот раз делает акцент на развитии региональных связей. Подробнее Инга Габешия. Красной нитью на форуме проходит тема организации внутреннего российского и въездного туризмов, что успешно влияет на их развитие, что препятствует процветанию. Способы продвижения турпродукта участники «Сифт» искали на деловых встречах и переговорах, семинарах и мастер-классах. Озвучены были и проблемы, в том числе с транспортным сообщением. Выход из ситуации – создание региональной авиации, уверены специалисты. Город Сочи, он предложен как один из транспортных хабов. И, естественно, это говорит о том, что с разных региональных центров здесь планируется авиационное сообщение. Естественно, что это увеличит турпоток. В принципе, чтобы сделать город Сочи круглогодичным курортом, чтобы внедрить программу «Открытый юг», мы, по большому счету, с огромными делегациями, с презентациями возможностей курорта Сочи посетили 3-4 региона. И именно эти регионы сегодня дают основных наших туристов. Это говорит о том, что региональные связи, они просто необходимы сегодня, их необходимо продолжать даже в ручном режиме. Отдельная тема для Сочи и Краснодарского края в целом – это разработка пакетных туров. Срок посещения города-курорта должен стартовать от одного дня. И это вполне реально, подчеркивает министр курорта в Кубани. В том же Сочи турист может не только загорать, а приехать сюда с определенной целью. К примеру, на событийное мероприятие, коих в городе три сотни за год. Мы вместе с Крымом сейчас ведем работу над тем, чтобы два региона комплексно предлагали продукт посещения, в том числе и от недели до двух. Самое главное, что это комплексно заключается и в перелете, и в проживании, обеспечении питания, трансферов и дополнительных услуг, таких как посещение объектов туристического показа, таких как посещение событийных мероприятий, туристических маршрутов межрегиональных. Он уже сегодня демонстрирует свою эффективность. Проект, который был инициирован губернатором в Крыму на экономическом форуме, сегодня является одним из самых привлекательных в России. И коллеги из Федерального агентства по туризму, и лично Олег Петрович Сафонов, поддержал и включил в 10 приоритетных проектов, ориентированных именно на въездной туризм. Тренд этого года и следующего – это получение эмоций у туристов. Они хотят впечатления не только на качественный сервис, но и, конечно, яркий национальный фон. Для нас это задача номер один. В первый же день форума Сочи подписал соглашение о сотрудничестве в туристической отрасли с Ялтой. Будем перенимать передовой опыт, который есть уже у Сочи. Так что у нас немножко, отстаем немножко от развития туристической отрасли. Сочи и Ялта – это всегда два города, которые у всех людей на слуху. Поэтому мы только партнеры. Никакой конкуренции между нами нет. У каждого города своя прелесть. Сегодня же достигнута и договоренность об организации реабилитации космонавтов России на курортах Краснодарского края. Стартует пилотный проект в Сочи. Соглашение подписали министр курортов края и руководитель национального центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. И сегодня, когда инфраструктура Краснодарского края, Сочи в первую очередь, она настолько развелась, что по отдельным позициям, я бы сказал, лучше, чем то, что нам предлагают зарубежные партнеры и так далее. И мы решили все это систематизировать, узаконить и упорядочить. Мы практически завершили разработку программы, когда мы и часть элементов подготовки космонавтов будем проводить здесь, на этой инфраструктуре. Космонавты изъявили желание здесь быть, находиться. Со следующего года санаторно-курортное лечение точно будет, и реабилитация точно будет. Мы не будем в очень долгий ящик все это откладывать. Но наше присутствие со следующего года здесь, в этом регионе, будет более масштабным. Мы планируем расширять эти горизонты, включать лучшие объекты, лучшие здравницы Геленджика, Анапы, Туапсинского района. Возможно, даже и Тимрюкский будем подключать в следующем этапе. Поэтому здесь возможности есть для всех. Это, собственно говоря, конкурентное поле, и все, кто соответствует, и все, кто будут интересны для центра подготовки, могут быть задействованы в этом проекте. В целом, Сочи в этом году уже принял 5 миллионов 700 тысяч туристов. Но, несмотря на высокий показатель, потенциал у курорта еще есть, отмечает глава города Анатолий Пахомов. И обращает внимание партнеров на Адлерский район, в частности, Эмеритинскую долину и Красную поляну. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи лыжных трасс становится больше. Их строят из-за увеличивающегося зимой наплыва любителей активного отдыха. Об этом сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов на открытии Всероссийского конгресса туроператоров и турагентов, который проходит на Красной поляне. Горно-климатические курорты Красной поляны пользуются россиян популярностью не только зимой, но и летом. Заполняемость из-за грамотного маркетинга в летние месяцы достигает 82%. А чемпионат мира по футболу показал Сочи привлекателен не только для российских туристов, но и для зарубежных. Например, только из Перу приехало болельщиков столько же, сколько из Германии, несмотря на то, что страна значительно меньше. Чемпионат мира сделал свое дело. Мы видим, что курорты Сочи очень стали востребованы среди иностранцев. И горно-лыжные курорты тоже. Мы увидим это. Я уверен, что это будет показатель говорить о том, что да, действительно, иностранцы поехали на горно-лыжные курорты. Туроператорам и турагентам предлагают ежедневно ознакомиться с возможностями курорта. А их с каждым днем становится больше. Это и новые туристические тропы, и новые оздоровительные программы. Задача связать воедино медицинскую составляющую, а также событийный, культурный, спортивный туризм, чтобы получился единый турпродукт. В ближайшие годы ждут своего развития и морские круизы. Мы предлагали неоднократно нашим коллегам из Болгарии, из Турции продлить этот круизный маршрут, сделать его международным. Ну, надеюсь на то, что, может быть, в ближайшее время нам удастся реализовать эту задачу. Мы готовы. Участникам конгресса напоминают о продвижении программы «Открытый юг». Это возможность недорогого отдыха от 1300 рублей в сутки с октября по май. Все для того, чтобы турпоток летний не отличался от зимнего. А Сочи готовится к активному зимнему сезону. Власти заверяют, курорт примет 1 миллион 300 тысяч человек. Только на новогодние праздники гордоклиматические курорты ожидают приезда 360 тысяч гостей. Листа в отелях забронированы. Гелена Овсецына, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Новая эра для российской армии. Одноименный военный технополис в Анапе сегодня посетил Владимир Путин. Президента России встречал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев вместе с Владимиром Путиным оценил научно-лабораторные корпуса. По сути, военный технополис «Эра» – это армейская силиконовая долина. Здесь будут работать над прорывными технологиями в оборонной сфере от биоинженерии до робототехники. В Анапе уже проходят службу четыре научные роты. Кроме этого, в лабораторном кластере разместились 37 предприятий. В том числе офисы таких компаний, как «Калашников», «Сухой», «Уралвагонзавод». Ставку делают на молодые исследовательские команды. На территории инновационного городка смогут жить и работать ученые и военнослужащие. Здесь есть спортивно-оздоровительный комплекс, скрытый бассейн и даже ледовый дворец. Эру построили по указу президента России менее чем за полгода. 25 тысяч школьников написали казачий диктант. Участниками стали не только ученики казачьих классов, но и общеобразовательных. Диктант состоял из 20 вопросов. Таким образом, ребята смогли проверить свои знания истории родного края, культуры и наследия кубанского казачьего войска, отметил Вениамин Кондратьев. За каждый правильный ответ ученики получали по 5 баллов. Я уверен, что кубанские мальчишки и девчонки смогли узнать для себя много нового о казачьем укладе. Хочу отметить, что суть этой акции не в оценке, не в баллах, а в том, чтобы познакомить ребят с казачьими традициями и ценностями. Казачий диктант – это еще одно проявление своей гражданской позиции. Хорошие результаты станут дополнительным плюсом к портфолио. Тем ребятам, кто наберет высшие баллы, будет вручен сертификат. Он также даст бонусы школьникам при поступлении в кубанские вузы и покажет, что подросток знает основы казачьей науки, знаком с укладом предков. Образовательная акция прошла на Кубани впервые. Ученики 73 школ писали диктант одновременно по видеосвязи. Результаты исторического теста будут известны 3 декабря. Хорошие новости пришли из Абширонского района. Там в детском саду станицы Кабардинской, которая сильнее всего пострадала во время наводнения, завершились восстановительные работы. Теперь в учреждение вернулись воспитанники и детсад заработал в прежнем режиме. На восстановление дошкольного учреждения потребовалось всего три недели. И в этом огромная заслуга добровольцев. Их огромную работу и помощь отметил глава региона Вениамин Кондратьев, прокомментировав это в своем микроблоге в Твиттере. В Кабардинской следом за отремонтированной школой открываем и детсад, пострадавший от наводнения. Восстанавливать его помогали сотни волонтеров со всей Кубани. Благодарю их за самоотверженный труд и за вклад в развитие добровольческого движения. Напомню, месяц назад во время страшного ЧП одноэтажное здание практически полностью ушло под воду. От сырости мебель разбухла, игрушки и техника пришли в негодность. Неисправен был и пищеблог. Вода стояла в помещении два дня, больше 70 детей остались без сада. Последствия на месте начали ликвидировать сразу же. В крошечных группах ежедневно трудились сотни волонтеров. Несколько дней на полную мощность работало отопление, чтобы как можно скорее просушить здание и избавиться от запаха сырости. Теперь в саду новые кровати, шторы, игрушки, современное оборудование в пищеблоке. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 23 ноября в Сочи малооблачная. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем 11-13 градусов выше нуля. Стильные аксессуары в салоне-магазине Куранты. Брендовые часы Швейцария, Япония, Россия. Изящные женские, классические мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Стоматология доктора Куликовского, компьютерная 3D-томография, инновационные технологии, лечение под микроскопом. Команда профессионалов, которой стоит доверять. Часовой салон-магазин Куранты. Штрих вашего стиля. Широкий выбор. Доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53. ЦУМ. Второй этаж. 8-918-3243. Сервис. Опыт. Технологии. Но самое главное – мастерство. С сегодняшнего дня в Сочи частично изменилась маршрутная сеть. Изменения коснутся свыше 10 маршрутов. Часть будет временно отменена до проведения конкурса. При этом появятся и новые. Отменен с сегодняшнего дня маршрут номер 124С из Сочи в Олимпийский парк. А вот маршрут номер 55 будет временно отменен до проведения конкурса. Перевозку пассажиров будет осуществлять действующий маршрут номер 118. Маршрут номер 60 продлен до ЖД вокзала Олимпийский парк. Маршрут номер 88 следует через центр Сочи в Олимпийский парк. Маршрут номер 110 отменяется. Перевозку пассажиров будет осуществлять маршрут номер 155К. С нового года он станет городским номер 75. Для проживающих по улице Леселидзе маршрут номер 102 будет продлен, количество рейсов будет увеличено. Стоимость проезда не изменится. Ну а подробнее обо всех изменениях на общественном транспорте Сочи читайте на нашем сайте fkt.com. Профессиональный мир женщин ярмарка вакансий под таким названием открылась сегодня в Сочи. Ее провел Центр занятости населения. Ярмарки вакансий прошли во всех четырех районах города. Краевую акцию «Профессиональный мир женщины» провели в преддверии Дня матери, который в этом году будут отмечать 25 ноября. Свои вакансии на ярмарке представили 19 компаний города. Это предложение в санаторно-курортной, социальной сфере, в отрасли образования и розничной торговли. Также в рамках акции женщины могли бесплатно проконсультироваться по вопросам трудоустройства и организации самозанятости. Женщинам, имеющим детей до трех лет, была предоставлена информация о профобучении. Добавлю, что с начала года в Центр занятости населения города Сочи в поисках работы обратились более 8,5 тысяч человек. Почти 75% из них были трудоустроены. В Сочи на учете в поисках работы сегодня стоит порядка полутора тысяч соискателей. 614 человек признаны безработными. Между тем, на одного незанятого гражданина, зарегистрированного в Центре занятости, сегодня приходится 3,5 вакансии. Сегодня в Зимнем театре состоялся торжественный прием почетных граждан города и бывших руководителей муниципальных учреждений курорта. Каждый из них внес большой вклад в развитие города. Большинство из них попали в золотую книгу почета, презентации которой состоялось сегодня. Сегодня их более 150 тех, кто отмечен за вклад в развитие Сочи. Среди них герой Советского Союза Виталий Бубенин, тренер по легкоатлетике Петр Вальков, герой труда Кубани Борис Аверьянов и Анатолий Быков, контр-адмирал Семен Гайсинский и многие другие. Их приветствовал сегодня глава города Сочи Анатолий Пахомов. Это один из самых чистых, уютных, комфортных и безопасных городов нашей страны. И в этом большая заслуга каждого из вас. Ежедневно вы дарите любимому Сочи частичку своего сердца, своей души, трудитесь на влага его дальнейшего процветания и передаете молодежи бесценный опыт. И надо всем сказать огромное спасибо, что их умением, их делами, их мужеством этот город весь красивый состоялся и один из лучших городов на земле. Все присутствующие в зале действительно плечом к плечу трудились на благо курорта. Большинство уже на пенсии. Улыбались, радовались неожиданной встрече, вспоминали годы работы вместе. А город, отметил мэр Анатолий Пахомов, помнит тех, кто вошел в историю Сочи. Очередной подарок ко дню города получили сочинцы. В микрорайоне Мацеста глава курорта Анатолий Пахомов открыл новую прогулочную зону. Расположилась она вдоль реки, но это только часть масштабного проекта. Подрядчикам предстоит благоустроить 7 гектаров земли. Как оценили сочинцы и мэр их работу и что еще появится на огромной территории помимо пешеходной зоны, узнаем мы из следующего сюжета. Жители Мацесты принимают подарки. В честь дня города власти оборудовали для них новую прогулочную зону. Расположилась она вдоль реки. Теперь есть где совершить вечерний променад или утреннюю пробежку. Нам очень была необходима такая зона, поскольку у нас нет в нашем районе каких-то игровых площадок для детей, где можно провести время, покататься на велосипеде или просто отдохнуть. Далеки от транспорта, от проезжей части, ну и рядом река, воздух. Все будет способствовать закаливанию здорового образа и здоровому образу жизни. Такой подарок жители микрорайона выбрали сами. 18 марта сочинцы определились, как будет развиваться их родной город и проголосовали за благоустройство набережной реки Мацеста. Все жители Мацесты этого добивались, просили очень много лет, больше 20 лет. И когда был единый день голосования, президента выбирали не только Мацеста. Большинство жителей Хостинского района голосовали за наш парк. Он самый большой, потому что здесь 7 гектар. Прогулочная зона – это часть большого проекта, рассчитанного до 2021 года. Сейчас реализуется его первая очередь. Уже появились брусчатка, лавочки и урны, а берег обравляют парапеты. Далее подрядчики поработают над освещением и озеленением территории. Работы завершены по восстановлению полотна для прокладки набережной, для пешеходной зоны, для устройства брусчаточных зон. Сделано две трети парка. Впереди еще три очереди, самых крупных таких. Будет велодорожка еще оборудованная, будет озеленение. Работу принимают жители Мацесты и глава Сочи. Анатолий Пахомов торжественно открыл в день города новую 500-метровую прогулочную зону и проверил, как идет благоустройство парка в целом. Появится не только набережная, но и велосипедная дорожка, появится пять детских площадок, появятся спортивные площадки, даже появится открытый бассейн. Это уже территория, которые просит Югспорт. Он предлагает нам поставить здесь бассейн. Но это на перспективу. До конца 2018-го подрядчики обустроят еще 500 метров набережная. Пешеходная зона должна связать бальнеологический курорт Мацеста с Теренкуром. Все это реализуется в рамках приоритетного для Сочи краевого проекта формирования комфортной городской среды. Только в этом году на его реализацию выделено 220 миллионов рублей. А значит, парк на Мацесте – не последний подарок сочинцам. Мальтийская серенада. В зале органной и камерной музыки ко дню города состоится необычный концерт сочинского симфонического оркестра из крепача из Москвы Карена Шагалдяна под руководством мальтийского дирижера. Это стало возможным благодаря проведению музыкального проекта «Дни мальтийской культуры» в России. Несколько концертов состоялось в Москве, и вот «Дни мальтийской культуры» добрались до Сочи. Здесь, в зале органной и камерной музыки, впервые прозвучит у вертюра к балету «Хрустальный дворец» мальтийского композитора Алексея Шор. В моих руках партитура, нотная запись произведения, ее объем – 90 страниц. Кроме премьерной у вертюры прозвучат произведения русских и европейских композиторов, в том числе скрипичный концерт Мендельсона и знаменитая пятая симфония Людвига ван Бетховена. Сегодня прошла репетиция. Мальтийско-российский музыкальный проект стартовал в 2017 году и был приложен к 50-летию дипломатических отношений. В этом году столицу Мальты, город Валета, объявили культурной столицей Европы, музыкальную частичку которой музыканты привезли со Средиземного моря на Черное. Все очень красиво, как на Мальте почти, влажно и жарко. Очень приятно, оркестр хорошо реагирует, у вас хорошие музыканты, и все будет очень красиво завтра. Дирижер впервые приехал в Сочи, а вот со скрипачом из Москвы, Караном Шагалдяном, который, кстати, часто бывает у нас, выступает на разных площадках. Только что музыканты вернулись из Тюмени, до этого были в Санкт-Петербурге. Я очень люблю здесь играть, потому что публика всегда очень благожелательная и отзывчивая. И в хорошем смысле теплая, чему способствует, конечно, замечательный морской климат. Мальтийская сиренада – это подарок ко дню города. Концерт пройдет в пятницу в 19 часов. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Телеграм и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok